В конце прошлого года состоялось пленарное заседание общественного совета при государственной областной жилищной инспекции. В повестке дня был озвучен вопрос, касающийся сбора взносов на капитальный ремонт жилья. Эта тема является сейчас особенно острой в нашем регионе. Дело в том, что на территории Рязани и Касимова действует потребительский кооператив «Рязанский городской оператор», который, по данным областной жилинспекции, занимается незаконной деятельностью по сбору средств с жителей 128 домов. Данный потребительский кооператив был создан в целях сбора платежей взносов на капитальный ремонт. Данный потребительский кооператив был создан управляющими организациями и их, будем так говорить, руководителями, представителями непосредственно. И, как уже всем известно, вопрос этот наболевший, данный потребительский кооператив, к сожалению, не соответствует требованиям, предъявляемым к владельцам специальных счетов, в связи с чем государственная жилищная инспекция Рязанской области отказала данному кооперативу внесение в реестр данного кооператива как владельца специального счета в отношении 128 домов по оплате взносов на капитальный ремонт. По словам представителей жилинспекции, было издано постановление о внесении подведомственных городскому кооперативу домов в реестр регионального оператора по капитальному ремонту. С 1 сентября данный региональный оператор стал собирать и выставлять платежные документы собственников по взысканию взносов на капитальный ремонт. Но потребительский кооператив, будучи не обжаловав действия инспекции о том, что мы отказали им во включении в реестр владельцев спецсчетов, и не обжаловав постановление ни администрации города Рязани, ни города Касимова, тоже стали выставлять счета на уплату взносов. Получается, собственникам жилья приходится платить взносы за капремонт дважды городскому и региональному фондам. Причем первый, получается, занимается своей деятельностью незаконно. Пошли многочисленные жалобы соответствующие органы и к региональному оператору, и к нам в жилищную инспекцию, и в прокуратуру Рязанской области. В конце концов, было принято решение с подачей правительства Рязанской области в настоящее время прокуратурой, областной прокуратурой, подано исковое заявление о защите неопределенного круга лиц по поводу незаконных действий данного кооператива по открытию счетов и, соответственно, закрытия данных счетов. Со стороны инспекции также, поскольку мы принимали досудебные меры по поводу закрытия данных счетов и направляли соответствующие письма в Сбербанк о том, что они неправомерно открыли данные счета, но сославшись на законодательство о банковской деятельности, Сбербанк нам отказал в добровольном закрытии счетов, в связи с чем инспекция была вынуждена подать исковое заявление в арбитражный суд города Москвы, поскольку центральное отделение Сбербанка находится в Москве. И в настоящее время и то, и другое исковое заявление прокуратуры, и исковое заявление жилищной инспекции в отношении банка принято к производству. Сейчас городской оператор продолжает заниматься незаконным сбором средств на капитальный ремонт. А на предварительном судебном слушании кооператив пытался предпринять все меры, чтобы граждане продолжали делать взносы на их счет. Некоторые товарищи даже умудрялись обвинить регионального оператора в необособленном обогащении за деньги жителей тех самых 128 домов. По последней информации, городской кооператив собрал со своих клиентов порядка 3,5 миллионов рублей. В дальнейшем, после всех разбирательств, эти средства будут перечислены на счет будущих уплат в казну регионального оператора. История эта с продолжением. Мы будем следить за развитием событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова